Итак, друзья, пресеты, стили, фильтры, их называют по-разному. И да, согласитесь, приятно пользоваться своими или другими пресетами, потому что у тебя расширяются возможности. Ты на одну и ту же фотографию можешь быстренько наложить различные стили, подобрать наиболее понравившуюся тебе цветокоррекцию, тонирование и уже слегка доработать под свои вкусы и под конкретный снимок, конкретное изображение. И очень многие из вас часто обращаются ко мне с просьбой рассказать, как загрузить, как установить пресеты. И, конечно же, с каждым моим набором идет текстовая инструкция и видеоинструкции, в зависимости от того, это пресеты предназначенные для телефона или для компьютера. И в этом видео я решил расставить все точки над И и рассказать вам о всех методах установки пресетов. Будь то Lightroom на ПК, камера RAW Photoshop на ПК, или Lightroom Mobile, установленный на планшете, или на телефоне. Также сегодня мы с вами поговорим, как установить пресеты для Capture One. То есть, все, полностью мы эту тему закроем. И это видео будет полноценной инструкцией, к которой вы можете обращаться, если забудете, как установить и как использовать тот или иной пресет. Ну, а я на этом не буду больше терять времени, и поэтому приступим. Поехали! Ну, а если ты впервые на моем канале, можешь перейти в мой инстаграм по ссылочке в описании к этому видео, забрать набор подарочных пресетов, и, собственно говоря, прям сразу же с этим видеоуроком потренироваться в установке пресетов. Итак, друзья, как правило, все пресеты, фильтры, стили, можете называть их по-разному, это одно и то же. Ну так вот, как правило, они все идут в двух форматах. Формат XMP и формат DNG. И вы всегда спрашиваете, какой формат, для чего и как применять. Формат XMP это непосредственно формат конкретно пресета, конкретно стиля. А формат DNG это даже не пресет, это файл, в котором сохранены настройки. И поэтому эти оба формата, они нужны для разных случаев. И мы начнем с того, что у тебя есть стандартный обычный Lightroom Classic, который стоит у тебя на компьютере. У тебя есть набор пресетов, которые ты скачал, купил или тебе подарили. И тебе необходимо установить его в Lightroom Classic. И после того, как мы зайдем в Lightroom Classic, мы в левой панели увидим с вами раздел стили. Кликнув вот сюда на плюсик, мы с вами увидим импорт наборов. И это нам сразу же подсказывает, что да, таким образом мы можем загрузить стили на наш компьютер, в наш Lightroom Classic, и это именно так. Но у этого метода есть небольшие недостатки. И я сейчас вам покажу, что это за такие недостатки. Ну и конечно же с рабочего стола я вам импортировать никогда не советую. Забудете, удалите, потеряете и потом не найдете свой набор пресетов. Поэтому мы можем с вами зайти на любой жесткий диск, создать папку, где будем хранить наши пресеты. Ну, например, вот так вот. Далее мы возвращаемся в Lightroom Classic. Кликаем вот сюда плюс. Импорт наборов. Находим наш набор пресетов. Открываем его. Выделяем все пресеты. И кликаем импорт. Стили загрузились. И в левой панели у меня появился тот самый набор, который я только что установил. Snow Night City. Отлично. Я работаю с этим набором. Я обрабатываю свои фотографии. И, допустим, я добавил сюда каких-то изменений. Каких-то небольших. И я хочу эти изменения сохранить в новый пресет. Соответственно, я перехожу вот сюда опять в стиле. Кликаю плюсик. У меня здесь стоит создать стиль. В папке я выбираю свой набор. Мне же нужно сохранить сюда, в эту папочку. Я присылаю его название, как и другим пресетам, чтобы идентифицировать его. Ну, чтобы было понимание принадлежности этого пресета к этому набору. У меня там 30 пресетов. Это будет 31. После чего я нажимаю создать. И вот здесь в папочке у меня появляется 31 пресет. Далее, друзья. Давайте мы посмотрим, а куда Lightroom Classic этот пресет сохранил. Итак, я навожу на этот пресет. И нажимаю показать в обозревателе. И теперь, друзья, смотрите. Пресет у меня сохранился совсем в другом месте. То есть, Lightroom в своей панели сохраняет этот пресет там, где он должен быть, в этом же наборе. Но программно он его сохранил на другом диске. На диске, где находятся все пресеты. И если вы обратите внимание на путь, куда устанавливается, то вы увидите здесь папки с надписью Adobe и Camera Raw. Далее, Setting. Да, друзья мои. Пресеты Lightroom Classic устанавливает папку Camera Raw. Давайте мы для начала с вами выделим этот путь и скопируем его Ctrl-C. Нам это пригодится. Давайте я удалю созданный пресет. Давайте я отсюда удалю импортированный набор пресетов. Далее, друзья. Давайте мы с вами удалим с диска этот набор. Теперь в открытую папку я вставлю путь. И открою папку, где хранятся все пресеты программно, по умолчанию. И теперь я сюда возьму и размещу свой набор пресетов. И он у меня будет располагаться именно там, где нужно. Где все пресеты. Чтобы они были все в одном месте. И теперь, друзья, если мы с вами откроем Lightroom Classic, мы не увидим этих пресетов. И по идее мы должны их импортировать. Но случится маленькое чудо, если вы просто навсего перезагрузите Lightroom Classic. То есть, закроете его и еще раз откроете. И вы, о чудо, увидите здесь набор пресетов, который встал по алфавиту. И никакого дополнительного импорта делать не нужно. Но что же происходит с пресетами, если мы их хотим использовать не в Lightroom Classic, а в Camera Raw программы Adobe. И так как пресет или стиль записывается в единый универсальный формат файла, который подходит что для Lightroom, а что для Camera Raw. Соответственно, мы с вами можем предположить, что пресет подходит и для Lightroom Classic, и для Camera Raw. И это так и есть. Я вам даже больше скажу. Размещая в программную папочку пресетов, мы с вами автоматически сейчас установили наши пресеты и в Camera Raw. Давайте теперь откроем нашу фотографию в Photoshop. Сделаю я копию файла Ctrl G. Перейду в верхнюю панель, нажму фильтр. Фильтр Camera Raw. Здесь мы с вами переходим в стиле. И посмотрим, друзья, в наши наборы стилей. И у нас здесь также появился наш набор пресетов Snow Night City. Вот у нас установлен наши 30 пресетов. Таким образом, я считаю, что данный метод установки пресетов, он наиболее оптимальный, наиболее правильный, хотя не совсем корректный, ну, с точки зрения программного решения, которое нам предлагает разработчик Adobe. Итак, друзья, если вы работаете только в Camera Raw и у вас не установлен Lightroom Classic, вы, конечно же, можете вот здесь нажать на три точечки, кликнуть импорт профилей и стилей и подтянуть в ваш Camera Raw необходимые вам пресеты. Но куда гораздо проще, как мне кажется, пройти по тому пути, как я показал, да? Adobe Camera Raw и там в папочке Setting разместить необходимые пресеты, которые у вас автоматически появятся в Camera Raw после перезагрузки программы. И если вы не знали, друзья, то кликнув на любой стиль, у вас появляется набор меню и кликнув здесь управление стилями, вы можете отобразить или снять отображение отдельных пресетов. Далее, друзья, если вы используете все возможности Lightroom и у вас установлена официальная полноценная версия, которая позволяет вам работать на всех устройствах, у вас должен быть установлен в таком случае обязательно обычный Lightroom, который как на компьютере, как на телефоне, как и на планшете выглядит практически одинаково. Итак, друзья, я перешел в Lightroom. Не путайтесь с Lightroom Classic, это именно Lightroom. И здесь у нас, к сожалению, автоматически пресеты не выгружаются. Нам здесь необходимо туда их подгрузить. Итак, кликаем вот сюда на три точки, кликаем импорт стилей. Теперь, друзья, мы вот здесь в браузере меняем на ту строчку, которую мы сохранили. Переходим в настройки. Здесь уже лежит, соответственно, наш набор пресетов. Вот он, Snow Night City. Выбираем его, выделяем все пресеты, нажимаем импорт. Далее мы наблюдаем с вами загрузку стилей. И если у вас включена синхронизация на планшете и на телефоне, то ваши пресеты появляются, соответственно, автоматически в Lightroom. Как на планшете, так и на телефоне. Иногда, возможно, вам понадобится перезагрузка вашего Lightroom Mobile. Переходим в стиле. И, как мы видим, у нас на телефоне появился также набор наших пресетов Snow Night City. Далее, друзья, если вы обрабатываете ваши фотографии на телефоне с Android, вам предоставляется дополнительная возможность установить пресеты формата XMP напрямую. Для этого необходимо кликнуть вот сюда на три точечки. Далее не забудьте сделать активным обязательно частично совместимые стили. Иначе, если ваша фотография в формате JPEG, то стили, созданные в RAW фотографии, не будут видны для JPEG снимков. Если вы сделаете активным эту строчку, то ваши фотографии JPEG будут видеть абсолютно все пресеты. Далее, друзья, мы нажимаем импорт стилей. Мы выбираем папку, в которой хранятся пресеты. У меня они хранятся на Google Диске. Я выбираю необходимый набор пресетов. Открываю папочку с пресетами XMP. Выбираю здесь любой набор. И он у меня, как вы видите, сохраняется. Причем присваивается сразу название папки. С этим тоже все понятно. Теперь, друзья, поговорим по поводу пресетов формата DNG. И так как я уже сказал, DNG это не формат стиля или пресета. Это непосредственно файл. Причем файл RAW формата. То есть, сырого формата. В котором сохранены настройки фотографии. И таким образом, если у вас вообще старинный какой-то допотопный Lightroom, или если по каким-то причинам ваш Lightroom Mobile на вашем телефоне не позволяет вам использовать пресеты формата XMP, у вас всегда есть возможность поработать с DNG файлами, потому что они, в принципе, должны открыться на абсолютно любом устройстве, вплоть до утюга. И я не шучу. Это на самом деле стандартная просто фотография, в которой сохранены настройки. Итак, друзья, мои пресеты хранятся на Google диске. Я сюда прохожу. Далее скачиваю DNG пресет. После чего открываю Lightroom, кликаю в верхней папке на три точки, добавить фото, кликаю устройство. Вы у меня видите, здесь отображается RAW файл. Нажимаю добавить. У меня этот файлик, где НЖ отображается в Lightroom. Я его открываю. И если я сюда перейду в настройки, то я увижу, что у меня все вплоть до кривых сейчас стоит. И да, это не пресет. Теперь, друзья, нам необходимо просто навсего перейти в стиле, вверху нажать на три точки, кликнуть «Создать стиль». Как правило, я в цветах убираю экспозицию, в цветах убираю баланс белого. Это индивидуальные настройки. И я их дорабатываю каждому снимку отдельно. Далее мне необходимо присвоить название этому пресету и кликнуть галочку. И таким образом, с этого DNG файла я снял настройки и сохранил свой стиль. Да, это немного дольше, это труднее, но зато это универсальный метод, который позволит вам установить пресет на ваш телефон. И таким же образом вы можете действовать, если у вас в руках iPhone. Далее, друзья, если у вас старый Lightroom, вам необходимо перейти в библиотеку, кликнуть «Импорт». Далее выбрать ваши DNG файлы. После этого кликаем на «Импорт» только в правом углу. Отображаются миниатюрки вашего DNG файла. И, как я уже сказал ранее, это не пресет. Поэтому вам необходимо кликнуть на разработку. Вы видите, что у вас открытый DNG файл. И вы видите, у вас в правой панели выставлены все настройки. И это настройки пресета. И вам, соответственно, необходимо, так же, как мы делали в телефоне, кликнуть вот сюда здесь и создать свой стиль с этими настроечками, поместив их в необходимую папку. И абсолютно те же самые действия мы с вами будем применять, когда мы работаем в Camera Raw. Теперь, друзья, ваши пресеты установлены. Вы можете с ними работать. Но есть одно «но». Не нужно просто на всего следовать и слепо доверять всем настройкам пресета. Да, друзья, вот у меня такая фотография. Я выбираю сюда пресет. Например, вот такой. И, как я уже сказал, что лично я, создавая все пресеты, убираю галочки с баланса белого и с экспозицией, потому что это индивидуально. И, как минимум, именно с этими настройками нужно и поработать. Я применил понравившийся мне пресет. Я повышаю экспозицию, делаю фотографию более светлой, более яркой. Если вас затрудняет, ваш глаз не может подсказать вам, какая должна быть фотография по яркости, посматривайте на гистограмму. Она должна быть ровненькая, равномерная со всех сторон. Сейчас мы видим, что у нас точка черного здесь вот немножко завалилась. Мы можем таким образом приподнять черные участки, поднять еще экспозицию, сделать тени. Но все-таки ползунок экспозиция и гистограмма – это вам помощники. Ориентируйтесь всегда на свое зрение и делайте так, как вам нравится. Обрабатывайте фотографии не в темной комнате, иначе ваши фотографии будут слишком темные. И не в яркой комнате. Не надо, чтобы на ваш монитор падали лучи света. Тогда ваша фотография будет слишком светлая. Обрабатывайте всегда в таких легких сумерках. На телефоне же я вам посоветую обрабатывать в темноте, иначе вы не увидите многих недостатков, которые могут быть на вашей фотографии, на вашем телефоне. После того, как вы доработали фотографию после применения пресета в базовых настройках, конечно же необходимо поработать еще с цветами. Подвигайте ползунки и посмотрите, добавляется ли на вашей фотографии какой-то дополнительный цвет, и обязательно поработайте с ним. Тогда ваша фотография будет выглядеть интереснее и ярче. С этим вроде бы все понятно, теперь давайте перейдем в Capture One. Итак, друзья, в Capture One. Итак, друзья, в Capture One пресеты называются стили и предустановки. Ваши пресеты, которые создаете вы, находятся в подпапке пользовательские стили, и здесь они расположены по тому же принципу, как и в Lightroom Classic, то есть по алфавиту, по названию ваших наборов с папочками. Здесь, друзья, такая же история. Вы можете вот здесь вот кликнуть на три точки, у вас появится возможность импортировать стили. Но можно пойти более простым путем. Для этого нам необходимо определить места, где находятся наши пресеты. Для этого, кликнув вот сюда на три точки, кликаем сохранить пользовательский стиль. Можем больше ничего не трогать, ничего не менять, нажимаем сохранить, и у нас с вами появляется, собственно говоря, окно, где находятся все сохраненные стили Capture One. Итак, друзья, я могу теперь сохранить этот путь, отменить все, закрыть Capture One. Далее, друзья, я открываю мой компьютер и вставляю сюда тот путь, который я только что скопировал, после чего я добавляю папочку с пресетами. Называется этот набор WebCity. И так как вы помните, я Capture One закрыл, и неспроста, потому что для такого способа требуется переустановка, и теперь я снова запускаю Capture One. И теперь, друзья, мы идем в то же самое место, в стиле предустановки, пользовательский стиль, и, о чудо, у нас здесь появился новый набор. Ну, а так как ты был терпеливый и досмотрел это видео до конца, то в подарок тебе достается три пресета Capture One из этого набора. Заодно ты можешь поэкспериментировать, установить эти наборы и обрабатывать свои фотографии. И да, эти пресеты больше подходят для пасмурного осеннего города. А если ты не знаешь, как установить и как работать в Capture One, обязательно посмотри короткий видеокурс, который будет в описании к этому видео, и также будет находиться по подсказочке сверху. И после этого урока ты сможешь построить такую же панель в Capture One, как у меня, и разместить туда свои стили. И в этом же видеоуроке ты научишься обрабатывать фотографии в программе Capture One. Итак, друзья, надеюсь, что я ответил на все ваши вопросы по пресетам. Теперь вы знаете, как их устанавливать и как ими обрабатывать, как сохранять свои пресеты и как сохраняю их я. Таким образом, ваша обработка станет быстрее и, я думаю, что намного лучше. Желаю вам творческих высот. Всем пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok